Ну вот, добрались до Мадрида, столицы Испании сегодняшней, и я вам расскажу об армянском короле Мадридского королевства. А дело было так. Возможно, вы уже в курсе, возможно, нет, но небольшое время за свою историю столицы Испании Мадрид был под началом армянского короля Ливона V, и не только Мадрид, но еще некоторые сопредельные земли. И в честь этого короткого периода в жизни Мадрида события здесь в городе названа даже улица. Улица в честь Ливона V армянского. Вот табличка у меня за спиной. А более подробно я вам попытаюсь сейчас изложить, почему так произошло, и сколько времени армянский король Ливон V пробыл здесь, в Мадриде. В Мадриде достаточно много улиц с историческими названиями, историческими именами, персонажей истории Испании, да и других тоже стран. Но вот эта самая небольшая улица Ливона V армянского, ей даже была посвящена статья, которая так и называлась «Необычная история Ливона V короля Армении Мадрида». И статья эта была в испанском издании Айбетсе, о последнем короле Киликийской Армении. Об этом писала журналистка испанской общенациональной ежедневной газеты Моника Алисабалага, которая опубликовала статью на основе работы испанского историка Хуана «Балансо о короле Армении Мадрида Ливоне V». Что в этой статье, я вам немного, конечно, поведу. В материале говорится, что без сомнения немногие мадридцы знают, что во время Хуана I Костильского, то есть за 200 лет до того, как Мадрид стал столицей Испанской империи, в городе находился маленький экзотический двор яркого и странного монарха, который, однако, жил в изгнании. Вот так именно начинается рассказ об этом историческом эпизоде XIV века. Правда, Ливона V здесь называют Ливоном VI. Впрочем, во многих справочниках его по-разному называют. Ливоном V и Ливоном VI. Он же VI и V, разницы никакой нет. Но это уже отдельная тема. Я бы вам рассказал, почему так произошло. Но речь сейчас не об этом. Итак, как мы знаем, Малая Армения представляла собой обширную территорию Месопотамии, расположенную между рекой Ефрат и Пантийскими горами. После многочисленных набегов персов, римлян, византийцев и арабов, полководец по имени Арубен в 1080 году основал независимое государство. Его преемники присоединили к нему территории Киликии и Каппадокии. Век спустя, в 1187 году, правитель Иерусалима Генрих Шампанский наградил принца Ливона II титулом короля Малой Армении благодарность за помощь крестовых походов. Однако история королевского дома Армении была недолгой. Всего два века спустя египетский султан захватил город Сиз, столицу армянского государства, сверг его последнего монарха Ливона VI и заключил его в тюрьму в Каи. Перечислив эти исторические события, Балансу кратко описал, какой была жизнь Ливона V до того, как в 1375 году мавлики захватили армянскую территорию. Его жена Каталина де Суассон умерла, а его самого пленили в отчаянии. Ливон V отправлял письма разным европейским дворам, прося помощи. Для его освобождения нужно было заплатить выкуп. Хуан I Кастильский и Педро IV Арагонский сразу же заинтересовались судьбой этого бедного восточного правителя, исповедовавшего христианскую веру. Они отправили богатые подарки египетскому султану, чтобы тот освободил его. Султан оценил их жест и в 1382 году отпустил пленника. После освобождения армянский король отправился в Европу, чтобы поблагодарить своих благодетелей за помощь. В середине 1383 года он прибыл в Кастилью, чтобы встретиться со своим самым щедрым царственным благодетелем. Это произошло как раз накануне свадьбы Хуана I с Беатрисой Португальской. Отец Флорес так писал об этой встрече. Их королевские высочества в воскресенье 17 мая были в Бадафосе в окружении прилатов и господ. Этому были особые причины. Там они встречались с королем Армении, которого наш король Дон Хуан высвободил из темницы, где его держал султан Павелона. Нашего государя предупредили о приближении армянского короля, который хотел воздать благодарность. Испанский король встретил своего коллегу с почестями, как и подобает всем королям. Балансо описывал эти события как джентльменское поведение Хуана I. Говорил следующее. Испанский монарх хотел показать своему опальному армянскому коллеге, как далеко простиралось его королевское величие. В хронике Кастильского правителя сказано, видя беспомощность армянского короля и отсутствие у него средств к существованию, Хуан I даровал ему Мадрид, Андухар и Вильлариаль, сейчас Сюдат-Рюэ, со всеми их населением, правами и рентой. Кроме этого, он предоставил ему пожизненную ренту 150 тысяч моровей. Так, благодаря Кастильской щедрости, Ливон V армянский превратился в Ливона I мадридского. Новоиспеченный феодал хотел совершить паломничество в Сантьяго в знак благодарности, прежде чем отправиться в свои города. После этого, посетив Бургос и Медино-дель-Кампо, он оказался в своих владениях. В Сеговии у него случился приступ, и он провел долгое время в кровати. Горный воздух оказался вреден для монарха из теплых краев, записал историк. Затем он рассказывает, что новость о том, что Мадрид был подарен иностранцу, пришлась жителям города не по вкусу. Ну и что естественно, население было очень недовольным тем, что их законный господин в похвальстве абсолютиста отдал часть своего государства иностранных. Была даже назначена комиссия, отправившаяся в Сеговию в октябре, чтобы демократическим путем высказать монарху свое недовольство. По словам Балансо, Хуан I несколько даже раскаялся. Его тронуло происходящее. Желая восстановить потерянное расположение, он заявил жителям Мадрида, что их город никогда не будет отчужден от короны, а право владения Ливона V продлится только в течение его жизни. Так он сумел успокоить мадрицев, а представители Совета Мадрида договорились встретить так называемого короля Дона Ливона на этом троне, подчиняться его приказам, как приказам своего господина. Источники сообщают, что Ливон V был хорошим правителем. Во всяком случае, он не обкладывал население новыми обязанностями и оставил старых чиновников на своих местах. Пенелло утверждал, что Ливона V приняли вежливо и преподнесли подарки. Кентано рассказывает, что он привел в порядок Алькасар. И, наконец, Саенс Дероблес описывает его как простого человека, который пытался сыскать симпатию в знате спорных распоряжений. По сведениям источника, армянину нравилось гулять без охраны по улицам города, чтобы сблизиться с населением. Население никак на него не реагировало, предпочитая пойти в одну из 60 таверн, что существовали тогда в Мадриде, чтобы шептаться и критиковать странные привычки похлого и миролюбивого Дона Ливона. По словам Баланси, как раз во время его правления в названии Мадрида конечное Т превратилось в Д, который сейчас сохраняется в названии города. Конечно, Ливона V мучила от ностальгии по его родной Армении, и спустя два года правления он попрощался со своими подданами и отправился в Навару, а затем в Пиару. Он надеялся, что сможет увеличь Карлоса II и Кастона III Эдапуак идеи об очередном крестовом походе, который поможет ему вернуть тро. Однако его надежды не оправдались, и расстроенный армянин отправился дальше в Париж. Там, благодаря своему королевскому статусу, он выступал посредником в спорах между французами и англичанами. Король Карл VI отдал ему замок Сент-Уэн, а выделил ему существенное содержание, которое вместе с рентами в Кастине обеспечило ему спокойную старость. Мадридский суд при согласии наследника Хуана I Дона Энрике III Болезненного отменили в 1391 году его право владения испанскими территориями, хотя ренту бывших монарх получал до самой своей кончуры. Ливон V умер два года спустя. Его похоронили в главной часовне монастыря Целестинца в Париже. По словам Балансо, на его могиле начертаны следующие слова. Здесь в одиночестве покоится Ливон Армянский, правитель Мадрида. Иногда простая эпитафия лучше всего суммирует события жизни. В своей статье Балансо сказал следующее, я зачитаю. До нынешнего момента все историки и летописцы Мадрида называли этого монарха Ливон V. Его собственная подпись под документами также вполне однозначно Лел Кинтус, Ливон V. Однако современная историография предпочитает считать его шестым, следуя за официальной кронологией армянских королей. Заблуждение объясняется тем, что первый армянский правитель с именем Ливон был не королем, а суверенным князем, князем Мадрида. Также нужно уточнить дату его смерти. По данным Пинелло, армянский король умер в 1391 году. Но в городских архивах Парижа я нашел документ, утверждающий, что смерть поступила в 1393 году. Там же указано место захоронения. Ну и как вам всем хорошо известно, Ливон V, он же Ливон VI, захоронен в Париже в аббатстве Сен-Дени. Там же находится нынче его гробница. Вот вам и рассказал немного об этом армянском князе Мадрида. Ну и мы с вами совершили небольшую прогулку по этому прекрасному городу-столице современной Испании, она же столица Кастилий. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!